Девушки отдыхают 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 Блин, ну хоть рабочие какие-нибудь, я не знаю. Это вообще пусто. И везде эта надпись. Добро пожаловать. Чё-то она меня напрягает. Так, пойдём мы втроём, да, значит? Ну давайте, ребятки, углачим нам. Так, кто на кнопку нажмёт? Давай. Ты хоть речь-то подготовил? А то как заклинит тебя. Это же сам министр. Чё на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артёму сказать не хочешь? Да-да-да, я слушаю. Ты был прав, Артём. Да-да-да-да. А я, пожалуй, нет. Да-да-да. Спасибо, что не сдался так. Да, пожалуйста, пожалуйста. Теперь увидишь главнокомандующего благодаря мне, блин. Всё, ладно. Блин, я сомнил ничего. Ну, с Богом. Какое-то всё красное. Советский Союз прям. Итак. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети. Но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? А-ха-ха, хорошо. Давно не было. Что вы? Что за хуйня, блин? Я не понял. Это что такое, блин? Что за подстава? Что происходит? Где я? Что с остальными? Всё идёт по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, всё будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к чёрту ужин? Ты что издеваешься, гад? Соткнись, доктор Говаль. Где правительство гнета? Отвечай. Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Блин, очередные фанатики. Чего, блядь? Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придётся повременить. Анализы сделай. Кашель мне её не нравится. Ты твои руки мне развяжи. Я тебе твои анализы так в жопу заколочу. Плеваться ими будешь. Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Эх ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрачи! Не один! Не уйдай! Не один! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмёте радио и вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник, я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите, давай. Да я вас зубами рвать буду. Всех вас под корень до войны ещё надо было. Блядь, так, как выбраться отсюда? Ага, вон наши пацаны. Не приходи, погоди мне осталось. Ну, теперь покушаем. Ненадолго. Так, нам надо Анну срочно спасти. Давай быстрей, быстрей, быстрей. Держи. Хорошо. Нет, хорошо. Все пир, все к ногтям. Но сначала найти Аню. Простите, с лифтом я немного погорочился. Так. Так, будем сейчас отстреливаться. Так, так, а рубильник, может, его включить как-то? Так, вот он, резина спускается, наша. Так, вот. То... Так. Продолжение следует... Так, делив. Вот он приехал. Так, все, отпились вроде. Продолжение следует... Понял, принял. Зачистим. Так, кто выходит? Я, что ли? Так, казарма и медблок, значит, да? Так, 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 так. Патроны, патрон. Нам нужны патроны. Я думаю, нам много нужно патронов. Так, что за метка? Страница дневника 1. Так. Так, рубильничек. Включаем рубильничек, чтобы открыть дверь. Так, заряжен полностью. И чё? Чё дальше? Так. Куда идти-то? А. Подзарядить надо. Нет, надо просто включить. Блин, а. Так, нужен автомат здесь. Здесь нужен ближний бой. Ближний, средний. Так, и, я думаю, поменяю автомат. Просто тупо поменяю. Так, борща достоин только папа. Вот это да. Так, ферма. Куда ты убегаешь? Блин, сколько тут трупов. Кошмар. Это реально ужас. Так, мне прицел не нужен. Тихо, тихо, тихо. Так, так, так. Тут чё-то горячее, да? Вижу, вижу. Значит, надо это отключить. Так. Так. Так, это чё у нас? Секретное место какое-то? Это тир. Это тир. Так, ещё один дневничок. Страница дневника 2. М-м-м, прикольно. Так, ну и всё, здесь больше ничего нету. Так, надеюсь, я не заблудился. А, вот же наверх путь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие матерные слова. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем, зачем? Так, выключаем свет. Это спецназ, блядь. Мордой в пол. Так, это туалет, неинтересно. Блин, а патрон-то заканчивается. Это плохо. Минус. Экономим патрона. Фу, блядь, у него башка тут. Блин, аж перетянуло. Так, вот это мы заберём. Так, так, так. И так, здесь может какая-то заметка есть? Нет. Здесь ничего не было. Так, ладно, идём дальше. Внимание всем, командный центр наш. При потере связи, точка сбора здесь. Вперёд, разбились с управлением дверями и лицами. Заблокируйте линии проходы. Пусть эти твари побежат. Есть? Так, вот он, какой-то проход. Да-да, я наверху. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так. Ты где? Так, у меня такое чувство, что я просто кругами хожу. Так, ещё один дневник. Страница дневника 3. Так, ещё по трошке. Так, а мы их пожарим сейчас. Так, я думал, надо подключиться. Нет, не надо. Просто минус голова. Так, и... На кухне были вооруженные пыли. Так. Так. Ну дальше-то. Ух ты пули. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, стоп. Это чё такое? Как вот он бронированный. Ого. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Так. А-а-а-а. На, кактальщика. Погори. Это какой-то босс был? Бронированный босс. Так, нужно подлутаться. Нужно восполнить запасы патронов. Опа. Опа. Ну это чё такое? Это же пулемётик. Так. Ну давайте возьмём, попробуем. А с каких патронов он стреляет-то? Так. Так. А, у него пулемётные патроны. Ну не. Не. Лучше оставим дробовик. Так. Куда дальше-то? А дальше-дальше-дальше тупик. Может сюда? Нет. 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 Ау. Так. Тихо. Какие-то они слишком жёсткие. господи что это такое фу-фу еще один дневник так дневник офицера теперь потом я на повторе тоже буду пересматривать почитаю так тут никаких записок нету никаких секретных штучек ничего такого нет интересно хорошо дальше так это выход господи чуть ли с тобой сделал блин твари правильно спасибо за нож идем доложим полковнику да 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 он там ждет кстати нас фу фу не хочу еще рассматривать же свет потушу так это записка наверно еще одна нет блин а где записка хоть какая-нибудь записка ну давай я вперед пойду а ты сзади за мной день а то мало ли кто вылезет фу 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 сколько тут трупов то а вот дневник офицера 2 это называется приехал в этих дневниках история о том как люди тут выживали я так между строк читал так ты нажмешь кнопку или мне нажать давай поехали но нет оказывается есть куда расти там чуть не убили а здесь и вовсе съесть собирались хор же мразь какая поразительно просто и ведь похоже правда врач был но ничего посмотрим еще и вот и мы точно пережили так что да мы его пережили капитан очевидность так надеюсь там наши ребята в порядке так чё это такое умереть людьми ой-ёй-ёй-ёй-ёй это главнокомандующий убил да а я слава богу я бы себе не простил и я в порядке кто же мог знать кто знал что тут твари эти 20 лет людей жрали ты понимаешь простите я как литёха сопливый повелся сам министр обороны меня примет че славились еще честь им отдавал ух ты он ругается так это москва да вижу гора получается ямонтау 2 и еще одна чё там у них тоже проблема уходим секунду сейчас доломаем все так все поехали поехали давай собираемся оптимист а еще один дневник дневник офицера 3 так поехали поехали отсюда так как то ловко забрался так а мне туда нельзя так так ты блин сколько штук людоедов-то блин сколько их тут так все выбрались наконец-то да если он есть только настоящий правительственный бункер и я кретин поверил этим сганцы что москва в подчинении уставки что оккупация что по законам военного времени что в москве полковники а тут генералы как салага поверил так ну и чем мы будем сидеть так ну что я повторю свой вопрос и что теперь делать так на дому надо двигать дальше в москву рассказать им правду про войну про правительство нас на подходе расстреляют и даже если пробьемся что мы сможем против ганзы да и кто нам поверить доказать то нет а может вернемся на волгу там вроде жить можно с местными что делать они нам если помните не особо обрадовались убить всех кто-то готов на такое пойти артем еще в москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию ну так может пора уже это сделать идея хорошая да только как место найти по всей стране мотаться аврори капремонт нужен она рано или поздно встанет что тогда спутники то что спутники свалить с этой грёбаной планеты на каспии есть центр космической связи несколько лет после войны он работал если нам удастся получить собранные спутниками данные то ехать наугад не придется данные радиационной разведки даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь это идея а что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов исключено но во первых теперь мы будем действовать осторожно а во вторых есть идеи получше у меня нет ну значит у нас появился новый план ну что ждем поехали искать твое идеальное место трубе отъезд так давай да покажи мне каспий значит на море